здравствуйте сегодня третий день съемок я хочу поблагодарить всех тех кто подписался на мой канал то поставил мне у меня уже 63 просмотра большое вам всем и огромное спасибо хочу вам сказать что только будем показывать то что мы купили и не и не только будем показывать то что мы готовим потому что ну это занимает минимальную часть нашей жизни мы будем много о чем разговаривать о всяких и женских секретах и вообще на любые темы очень мало мне написали о комментариях ну практически их нет я понимаю что вам очень сложно но жду я от вас каких-то вопросов он любых даже самых нелепых я отвечу на любые вопросы и мы можем обсудить любые темы и огромное вам всем спасибо за поддержку кнопочка да дай дай маме мячик дай фея бы дала но мячика нету кнопочка кнопочка столько детей гулять на улице сегодня шикарная погода ветерок солнышко слышите как кричат дети тимошка у нас занимается по зуму первом классе с учительницей собачки на балконе гуляют уходить уходить не хотят мы мы их не уходим потому что очень много клещей в лесу поэтому мы с ними гуляем на балконе уже многих собачников спрашивали такое количество клещей в этом году что прям за щенков очень нам страшно поскольку они нам очень дороги мы их бережем кнопочка дай мячик кнопочка дедушки озон привез кресло для рыбалки и вот водичку и синтуки 17 кресло сейчас распакуем вам покажем распаковали кресло вот так она выглядит в сложенном виде так выглядит кресло в разложенном виде ну и бутылочку из интуков куда же без нее то хочу сделать вам видео обзор вам же наверное всем интересно по своей ванне в нашей летней квартире две ванны одна называется душевая она вместе с туалетом а другая ванна с туалетом и питер вот такое у нас красивое зеркало которое я смотрюсь каждое утром я думаю что такой цвет это мечта каждой девочки женщины вот здесь мы сделали специально рядом с ванной мы сделали специально такие ниши потому что много всякой всячины которые некуда ставить вот ваза с красивыми цветами но поскольку дети все время Тимоша ее переворачивал мне пришлось ее поставить сюда чтобы она не разбилась ибо очень ее жалко ну вот такой вот у нас душ мушка любит очень купаться в этой ванне туалет бедем мы долго думали насчет цвета но все таки решились не без помощи конечно нашего общего друга который нам помог в выборе для нашей летней квартиры вот здесь у меня два мешка один мешок наш другой бабушкин и дедушкин мешки с приятным подъем там мы его храним потом стираем вот такая у нас ванна прям это мое мое женское царство когда я сюда попадаю я прям чувствую себя настоящей женщиной зеркало обожаю это место вот здесь у меня стиральная машина вот она наша стиральная машина бошевская вот такая очень хорошо стирает вот здесь у нас зубные щаточки стоят вот в таких штучках у меня хранятся палочки но не могу сказать что особо удобная штука потому что мальчишкам сюда неудобно залезать если палочки лежат в этой части то их брать удобно а так они все время открывают и все это вываливается но эстетически это красиво здесь у меня лежат всякие заколочки тут моя заколочки браслетики я их прям полюбила в последнее время это прям какая-то чудесная штука вот поскольку я периодически делаю хвост потому что мне так удобно чтобы волосы никуда не лезли особенно когда я готовлю вот эта штука очень удобная ее можно надеть на руку а можно надеть а можно на волосы чудесная вещь ну и много всяких разных других заболеваний вот такие у меня баночки здесь у меня хранятся небольшая часть моих сережек открываем дальше ну тут у меня косметика по поводу косметики если кому-то интересно я могу сделать отдельный обзор дальше открываем вообще эта штука предназначена для хлеба ну хлеб там не очень хранится хорошо здесь на даче не знаю почему может быть плохо вентилируется а вот здесь у меня женское царство это моих бус моих бижутерий моих всяких серебряных вещиц моих бус которые сделала мне мама да моя мама собственными своими руками мне сказала мне сказала что я ее личная модель поэтому она будет делать бусы бусы делает она из натуральных камней ну это тоже часть моей косметики у меня косметики много но пользуюсь я ее очень мало не знаю почему здесь у меня браслеты браслеты только одни браслеты к определенным бусам разного цвета все сделала мама чудесная картина я прям когда открываю коробку прям попадаю в рай не закрывала бы жалко времени нет ну там тоже у меня лежат очки и всякое тоже много чего интересного если кому то что то интересно задавайте мне вопросы я вам подробненько о чем то расскажу не стесняйтесь обо всем о чем хотите обо всем я вам расскажу и покажу вот я готовлю обед сегодня на обед у нас курочка курочку я очень люблю и дети тоже любят я положила бумагу для запекания вниз разложила курочку посолила поперчила сейчас отправлю в духовку курочка уже приготовилась я открываю о мамочки у меня запотела камера я так резко открыла да ну вкусненько дети пора обедать смотрим как Тимофей музыкой занимается флейтинг уходим он очень не любит при мне играть посмотрим как Тимофей занимается флейтинг ой сидя ну что ну а что тебе ну вот вышли погулять идем на зону барбекю надеюсь там никого нет вот сзади меня тропинка которая ведет туда Как тут поют птицы, народу после обеда никого, красота, тишина, где-то далеко-далеко слышен шум машин, потрясающе, тут кругом птицы во всех кустах. Вот мы сейчас пришли на зону барбекю, вот такой вот у нас прудик, он пока еще не запомнился, тут такие беседки, рядом с беседками обычно стоят мангалы, даже там дровишки лежат. Обычно стоят тут мангалы и все жарят шашлыки, приходят сюда компания, вечером, не только вечером, вот такая красота. Вот в такой красоте мы живем, чего я вам всем тоже и желаю. Весенний лес. Я ухожу из зоны барбекю, иду гулять дальше. Вы мне хоть напишите, где вы, кто-то на даче, кто-то в Москве, напишите, расскажите. Может быть кому-то грустно совсем, кто-то сидит на карантине, а может кто-то уже вышел. Жду ваших сообщений. Включаю. Слоненок Рэдгерда Киплинга. — Извините, пожалуйста, — обратился к нему слоненок, чрезвычайно учтиво. Не случилось ли вам встретить где-нибудь поближе в этих местах крокодила? Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового бумага. — Пойди-ка сюда, моя крошка, — сказал крокодил. — Тебе, собственно, зачем это надобно? — Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, чрезвычайно учтиво. Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня. Моя долговязая тетка Страутиха колотила меня, и мой длинноногий дядя Жираф колотил меня. Моя другая тетка Толстая Бегемотиха колотила меня, и мой дядя Мохнатый Павиан колотил меня. И питон двухцветный, скалистый змей, вот только что колотил меня больно-прибольно. И теперь, не во гнев будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять. — Пойди сюда, моя крошка, — сказал крокодил, — потому что я и есть крокодил. — Хм!